Когда мы ехали в областную психиатрическую больницу, у нас было сомнение, не покажут ли нам очередную Потемкинскую деревню. Но коллектив медучреждения готов честно и открыто говорить о всех проблемах и достижениях. Больница оказалась не тайной за семью печатями, а все проблемы не смертельны и решаемы. Областная клиническая больница в следующем году отметит 120-летие со дня своего создания. Сейчас она названа в честь первого директора колонии душевнобольных Василия Копсова. Историческая справедливость восторжествовала, и имя знаменитого симбирского врача увековечено в топографии региона. Великим совершением должна соответствовать и современная жизнь одного из самых закрытых учреждений области. Увы, от психических расстройств в динамично развивающемся мире никто не застрахован. Это своеобразная болезнь века. В каких условиях живут люди там, в больничных палатах? Новые корпуса клиники построены в конце 70-х годов прошлого столетия и мало отличаются от знакомых многим обычных лечебных учреждений. Есть, конечно, и своя специфика. На первый взгляд может показаться, что убранство палат в детском отделении не аскетическое. Но многие вещи, например, тумбочки у кровати или занавески на окна, запрещены по медицинским требованиям. Сами же окна обязательно с решетками. Еще одно требование безопасности, распространяющееся на всю больницу. Детям нравится, дети уходят счастливые, довольные по сравнению с первыми днями, когда они приходят. А потом постоянно нас навещают и повторная госпитализация происходит без слез. В общем-то, с желанием они здесь учатся прекрасно, да, то есть не отстают от школы. Они занимаются трудотерапией, прекрасно занимаются социальным психологом. Уютно, чисто и опрятно. В палате девочек даже стоит столик, куда юные пациентки могут сложить расчески и косметические принадлежности. Красивыми быть не запретишь, и приходится идти на небольшие уступки. Отдельным вопросом кормление в больнице. Нам показали буфеты во всех отделениях, и все они соответствуют предъявляемым нормам. Порции большие, а питание семиразовое. Как и в других медучреждениях, кормление осуществляется по принципу аутсорсинга. С июля месяца 2016 года питание у нас осуществляется путем привоза готового горячего питания в специальных тормозах, в специальных емкостях, и осуществляется раздача питания в буфетных отделениях. С того момента, когда у нас началась доставка питания, больших нареканий к качеству пищи, к органолептическим свойствам пищи, температуре доставки, со стороны нашей больницы не было. Это можно узнать и по отзывам пациентов. Так как же сами пациенты больницы оценивают качество еды? Судите сами. Как вам здесь питание? Питание здесь нормально, кормят, хорошо кормят. Первое, второе дают, компот, все дают. Не голодаете? Два завтрака у нас тут. То есть еды хватает? Да, хватает. Полдник, ужин. А как вообще условия? Условия нормальные, бани сегодня мы здесь. Пока складывается впечатление, что мы попали не в одну из самых мрачных больниц города, а в настоящий санаторий. Может быть, старые корпуса из красного кирпича добавят черных оттенков в картину? Да, корпуса старые, но уход за ними ведется. Полный уют здесь вряд ли можно обеспечить. Но и до молодежного определения жесть отделение далеки. Корпус для пациентов с сопутствующим туберкулезом. Отделение для пациентов с хроническими заболеваниями. Кровати в палатах больше, чем рассчитано помещение. Несколько коек стоят и в коридорах. Конечно, поэтому возникают постоянные претензии надзорных органов. Но куда деваться? В больнице более тысячи пациентов. И на такое количество корпуса не рассчитано. А как вообще с вами обращаются здесь? Хорошо обращаются. Понимают. Условия хорошие? Условия хорошие. Старые корпуса по-хорошему было бы неплохо закрыть, а больных перевести в новое построенное здание. Исторические же используются в качестве музея или для съемок фильмов. Места здесь атмосферные. После обхода по старым корпусам возвращаемся наверх. В новое здание больницы. Естественно, возникает вопрос о ремонте и переоборудовании медицинского учреждения. Даже за два года, которые Ольга Гаврилова возглавляет больницу, многое успело измениться. В лучшую сторону. В 2015 году мы провели ремонт 7 и 16 отделений. Прошел заметить, что 16 отделение это как раз отделение нижнего блока больницы, где у нас наибольшее количество проблем в связи с тем, что здание построено очень давно. И, конечно, достаточно много проблем по содержанию и по финансовым затратам на ремонты. Демонстрируют и новое оборудование. Современный рентген куплен в 2010 году. Переоборудованные лаборатории. Многие из находящихся приборов уникальны для области. Это позволяет с большой точностью установить заболевания, которыми страдают пациенты больницы. Ведь, как неоднократно повторяли врачи, контингент в медучреждении специфический. И к диагностике особое внимание. По итогам нашего визита в психиатрическую больницу можно сказать, что она не сильно отличается от большинства медицинских учреждений города и области. Ничего вопиющего нами замечено не было. Но главное, что отношение к пациентам с стороны медицинского персонала можно охарактеризовать как хорошее. Больным и так не сильно повезло в жизни. И нужно делать все возможное для облегчения их участи. Ведь они такие же люди, как и мы. Данила Ноздряков, Павел Макаров. Новости дня. Ульяновская правда. Новости дня.